И потом будем говорить на ту тему, которую мы сегодня выбрали. Это буквально минута и начинаем рассказывать. Это уже обложка французского журнала «Экспресс», фотографии французского президента «Миколясок Кази» премьера Франсуа Фейона, сохранившего в таки ожиданиям свое место в новом кабинете министров. Внутреннее противоречие в исламе. Почему суниты и шииты воюют? Владимир, а можно вас попросить, когда будем говорить, чуть-чуть поближе «Канник», чтобы… Да, конечно. Конечно. С удовольствием «Канник». Вам не предложили, а мне предложили. Все, начинаем. Действительно, сегодня говорим о легализации легких наркотиков и, в первую очередь, марихуаны на примере опыта Соединенных Штатов Америки. Будем говорить о том, возможно, нужно или же совсем не нужно. Это и у нас. Ну и потом, в конце, вообще, о проблеме. Поговорим сегодня здесь в студии. Владимир Сухой, тележурналист, бывший заведующий бюро Первого канала в Соединенных Штатах Америки. Добрый вечер. Добрый вечер. Анна Немцова, корреспондент американского журнала «Ньюсвик» в Москве. Добрый вечер. И Олег Зыков, главный подростковый нарколог Москвы. Был. Лет пять тому назад. Бывший главный подростковый нарколог Москвы. Говорим спасибо нашим редакторам. Президент фонда НАНО «Нет алкоголизма и наркомания» и член общественной палаты. Так все верно? Абсолютно. Ура. Добрый вечер. Действительно, за последние две недели мы видели два решения. Это штат Калифорния, где избиратели проголосовали против легализации марихуаны. И штат Аризона, где избиратели с перевесом в несколько тысяч голосов одобрили использование марихуаны в медицинских целях. Какова тенденция вообще, которая в Соединенных Штатах наблюдается? Там ведь более десяти штатов проголосовали за. В какую сторону они движутся вообще? 17 штатов сейчас могут использовать марихуану в медицинских целях. Еще недавно было 13, довольно долго. Было с 2006 года. Потом сразу прибавилось несколько штатов. Вот последние это Висконсин и Аризона. Вот. И тенденция идет к тому, что все-таки там есть много аргументов, что в медицинских целях есть очень серьезные болезни, которые лечатся с помощью наркотиков. Это и Альцгеймер, это и диабет сахарный. Глаукома. Глаукома. Всякие расстройства нервные. Вот. Синдром Туртура. Есть такая болезнь очень серьезная, которая наблюдается с детства. Это и тремор, и заикание. Вот. Поэтому аргументы вот такие серьезные. Поэтому, в общем-то, все больше и больше штатов склоняются... В сторону того, что запрещено запрещать? Да. Что официально, легально разрешить. Не только в медицинских целях. Собственно говоря, в этом сейчас и проблема. Потому что федеральные власти говорят нет. Приводят свои цифры, свою статистику. Все федеральные органы по борьбе с наркотиками. А их, по меньшей мере, четыре там. Их больше, но главных четыре. Они все говорят, что никогда. Президент говорит, никогда. Да. Но тенденция, поскольку Соединенные Штаты – это, прежде всего, законодательные собрания штатов. И это отдельные регионы и отдельные штаты, и особенно южные и западные, они за то, чтобы не только в медицинских целях, но разрешить и вообще легализовать. Согласитесь? Да, здесь сформировалась уже традиция. У меня был шанс наблюдать 2006-2007 год, как раз когда появилась возможность у больных получать по рецептам в аптеках марихуану. До 28 грамм можно было получать. То есть, у нас уже сколько? Уже четыре года прошло с тех пор, как люди, которые когда-то в 60-70-е выращивали в секвойных лесах наркотики, именно марихуану, да, и за ними охотилась полиция, вертолеты следили за ними, теперь эти же самые люди сдают в аптеке свою марихуану и получают за это деньги. И делают неплохой бизнес. Делают неплохой бизнес, причем вот эти вот места, где выдаются эти наркотики, они зачастую смешно называются totally baked, да, то есть полностью ускорен. И в них же есть даже помещения, где можно покурить, в некоторых из них. Интересно было журналистское расследование в Орегоне, где я была как раз на тот момент, кто выдают эти рецепты. То есть, вот в этом случае был некий доктор, остеопат, который всегда выдавал, что бы у вас не было, какое бы у вас не было заболевание, он просто считал, что нужно легализовать наркотики. И поэтому, кто бы к нему не приходил, он просто выдавал или еще долго проработал. Выдавал рецепт. Нет, он потерял свою лицензию после журналистского расследования. Вы согласитесь, это у меня вопрос к Олегу Зыкову, вот было перечислено такое количество заболеваний, насколько действительно марихуана полезна в медицинских целях? Ну, ровно в той степени, в какой она полезна при определенных заболеваниях и при определенной лечебной тактике. Лечебная тактика, безусловно, вещь весьма субъективная, сколько врачей, столько мнений, это касается многих специальностей, но есть устоявшиеся методы лечения. Сказать, что марихуана является устоявшимся лекарством при использовании, я не знаю, назывался там диабет или что-то такое, ну, нет этого. Так что, с точки зрения медицинской традиции, наверное, нет. А с точки зрения некой эволюции, которая присутствует в медицинской практике, то надо посмотреть. При этом, почему мы выделяем марихуану из этого ряда, хотя есть гораздо более тяжкие наркотики, которые совершенно спокойно используются в медицинской практике и выписываются врачами. Ну, прежде всего, это, конечно, опиаты, барфин, амнопон, это все производные опия при определенных состояниях, прежде всего, при болевом синдроме. Другой вопрос, что у нас возникает проблема с доступом к этим наркотикам, в том числе онкологическим больным, кстати, я сейчас буду заниматься этим вопросом в общественной палате в рамках той рабочей группы, которую мы специально создали по проблеме оборота наркотиков. Но при этом у него нормального человека не возникает вопроса, собственно, можно или нельзя врачу выписывать лекарства, даже если это наркотический анальгетик с медицинской целью. Поэтому этот спор вокруг марихуаны, он какой-то придуманный, какой-то искусственный. Но если в конечном итоге мы докажем, что это полезно для лечения чего-либо, ну и слава богу, давайте лечить. Я думаю, спорим-то не об этом. Мы про другое спорим сейчас. А в любом случае, мы пока только начинаем. Отступы к спорту. Ну а в любом случае, насколько, например, вот та тенденция, которую мы наблюдаем в Соединенных Штатах, насколько это больше осознание того, что действительно так лучше лечить, или это скорее борьба с тем, чтобы этот наркотик существовал на нелегальном уровне? Ну, здесь несколько слов нужно сказать. Мы никуда отсюда не уйдем от этого. А романтизация немного наркотиков, да, там, обратиться к 60-е годы, культура хиппи, потом песня Армстронга, Битлз, Оззи Осборна и так далее, где были как бы мотивы наркотиков и интерес молодежи к наркотикам. И как бы где-то к концу 70-х, начало 80-х это пик, где-то порядка 25-30 миллионов американцев, которые употребляют наркотики. Потом кривая идет вниз, объявляется война, борьба с наркотиками и так далее. В 63-м году там Кеннеди проводит первое совещание и так далее. И мы где-то к рубежу 2000-му году снижаем количество наркоманов в США к 15-ти миллионам. Сейчас снова немножко кривая посла вверх, там 19-20 где-то. Поэтому как бы, ну, есть разная статистика, американцы любят статистику, но говорят каждые 17 секунд в США кто-то покупает марихуану. И в то же время за каждую секунду тратится 609 долларов на борьбу с наркотиками, в том числе и с легкими. Поэтому сейчас в США избегает термин «война», потому что война – это все-таки какое-то насилие, все-таки в основном сейчас профилактика, работа против рецидивов, так сказать, и наркосуды. Об этом нужно поговорить специально, потому что это очень интересная практика. И вот я был в Балтиморе, где это кокаиновая столица США, там самые сильные наркосуды. Это суд предварительный, где присутствует так называемый консультант, ассессор, да, человек, который как бы может, как адвокат поручиться за правонарушителя и сказать, что он склонен к тому, чтобы бросить употребление наркотика. И тогда, даже если он совершил довольно серьезные преступления, он не пойдет в тюрьму. Он пойдет на программу. Если его непосредственно спросит ассессор, 24 часа можешь выдержать, не принимать никакого наркотика, в том числе и марихуану, и скажет «могу», все, значит, он пойдет на программу. Иногда даже ее вообще выпустят, иногда его в фургоне каком-то доставят в какую-то клинику, а иногда выпустят, и через 3-4-5 дней он сам должен прийти. Если он говорит «не могу», значит, тогда метадон, специальный препарат, которым лечат. Это такой наркотикозамещающий препарат, который производит датафикацию, с помощью которого в США главная надежда это у них метадон наряду с другими, естественно, программами и методами. Вы хотите что добавить? Я просто хотела сказать про жестокость. Вот вы говорите, что война закончилась, но другая война началась. Вы знаете, что в Тихуане закрывается граница, это место, где, может быть, самое большое количество людей пересекают, 40 миллионов в год. И сейчас там, буквально на этой неделе, были расстреляны 15 наркоманов или людей, которые раньше использовали. То есть идет борьба с одной стороны. С другой стороны, в три раза больше стали выращивать тоже марихуаны. В Америке сейчас выращивают 10 миллионов фунтов, это примерно 5 миллионов килограмм. То есть рост очень большой, выращивается много марихуаны дома, при этом закрывается граница и идет нарастание именно жестокости, противостояния. Так что вот эта проблема не решена. Одна рука делает одно, другая – другое. Я хотел напомнить нашим слушателям, что у нас на сайте идет видеотрансляция. Заходите в www.eho.msk.ru и, конечно, наш номер для ваших сообщений, мнений и вопросов. Плюс 7-985-970-4545. Также вопросы можно через интернет сюда присылать. Вопрос к Олегу Зыкову, президенту фонда НАНО и члену общественной палаты. Насколько вам кажется вообще оправданным, как метод борьбы с наркоманией, легализацией частично тех или иных видов наркотиков? Знаете, об этом нельзя говорить вне контекста конкретной культуры и конкретного общества. Ну, вот мы с вами договорились, Тихон, что мы не будем весь мир сразу затрагивать, мы сейчас про Россию поговорим. Но, тем не менее, вот передо мной лежит такая толстая книжка, которую мы, ну, волей-неволей я два слова об этом скажу. Можно сюда показать. Пожалуйста, покажите. Слушатели на сайте увидят. Да. Вот. Вот так вот. Где излагается очевидная истина, что наркотики были, есть и будут всегда в любой обществе и любой культуре. И не потому, что Зыков такой нехороший вот их насаждает, а потому, что такова природа человеческая. Но каждый раз, в каждой культуре мы видим эволюцию использования того или иного химического вещества и отношения к этому химическому веществу. Где-нибудь в Южной Америке совершенно спокойно там листья коки жуют, а в остальном мире кокаин – это страшный наркотик и так далее. Можно перечислять их огромное количество. Так вот, если говорить о России, вообще разговор о легализации наркотиков в нашей стране, он абсолютно для меня бессмысленный. Мы живем в стране легального наркотика. Тяжкого, мучительного. Называется алкоголь. И каждый раз, когда возникает тема легализации, меня всегда интересует, что можно сделать, чтобы люди меньше употребляли именно этот наркотик. Потому что в основном люди в нашей стране погибают от алкоголя. Причем, когда это легальный наркотик, с ним бороться тяжелее. Его ограничивать в продаже тяжелее, обороты алкоголя как легального наркотика, они вот очевидные и отдельная тема совершенно – регламент оборота алкоголя. При этом это легальный наркотик. И значительная часть этого наркотика у нас производится в виде контрафакта. То есть, на официальных… – А, Сергей, я Вас перебью, что мне кажется, это немножко неблагодарный путь, потому что это как история про то, что мы обсуждаем авиакатастрофы, а потом мы говорим, что на самом деле в автоавариях у нас гибнет людей значительно больше. – Абсолютно не так. Потому что на этом пространстве личного выбора все химические вещества, и не химические, кстати, тоже, а некие методы разрушительного поведения, например, игромания. У нас тут эпидемия случилась, и люди погибают с какой-то страшной силой, продолжают погибать. Это все лежит в одном пространстве личного выбора человека. А вот что именно он выбирает, зависит от молодежной моды, если говорить о молодых, от культуральных особенностей, от тенденций, от склонности конкретного человека и той субкультуры, в которой он находится. У нас там есть клубные наркотики, амфетамины. Есть люди, которые… элита наркоманская, которая употребляет кокаин и радуется этому факту. Есть те, которые курят марихуану. Это вопрос культурологических особенностей и тенденций. Но так или иначе человек все равно решает свои какие-то социальные и духовные проблемы с помощью химического вещества. И мне, как наркологу профессиональному, собственно, почти все равно, почему он выбрал то или иное вещество. Меня интересует, насколько оно его разрушает, насколько оно создает условия к тому, чтобы он перестал быть социально достойной личностью и нравственно и духовно достойной личностью. Вот это меня интересует. И поскольку уж я завел эту шарманку про алкоголь, я прекрасно понимаю, что от того, что мы легализуем какое-то сегодня у нас запрещенное химическое вещество, меньше водку пить не станут. А рассказ про контрафактную продажу алкоголя – это я к тому, что если мы легализуем какое-то вещество при том уровне коррупции, который у нас есть, это легальное вещество тоже будет продаваться нелегально. Поэтому основная эта проблема, которая сегодня у нас есть, если мы говорим о людях зависимых, это отсутствие реабилитационных программ. Вот сегодня мы это вдруг заметили с помощью очень смешной истории. Маленький с криминальным мышлением человек стал санистическим образом якобы лечить людей. И все это уголовщина в чистом виде. – Помните, город без наркотиков? – Да. И вот эта уголовщина вдруг так возбудила массы. И народ стал кричать, вот он наш герой, он спаситель нации. Вот это чудовищно. И пока у нас будет вот такое настроение, ничего хорошо не произойдет. Не надо ничего легализовывать. Потому что уровень репрессивности мышления в нашем обществе таково и криминальности, что мы должны обсуждать, как нам справиться с сегодняшним легальным нашим наркотиком. – Я так понимаю, что, Анна, у вас есть история про другого героя, который мы, наверное, после новостей об этом поговорим. Все же мне хотелось бы, у нас остается минуты до новостей. Насколько, Владимир, вы и Анна, вы считаете, что вопрос о легализации в России сегодня не актуальный, об этом не нужно говорить? – Ну, сейчас говорят о том, чтобы давать 15 суток тем, кто использует наркотики наверху. Может быть, как вы сказали, что где-то внизу идут дебаты о том, стоит ли легализовать. Но пока на официальном уровне… – Я вас сейчас огорчу. Это уже существует в нашем административном кодексе. За факт употребления можно получить 15 суток или штраф. Это административное правонарушение. Употребление любого запрещенного… – Я не думаю, что сейчас актуально для нас вести разговор о разрешении официальным. – Почему? – Даже легких наркотиков. При той температуре общества, которая существует, при том уровне преступности, который существует, при том непонимании молодежи, куда она идет, мне кажется, это усугубит. Хотя, если сравнивать это с Америкой, то там как-то все сложнее. – Давайте сейчас прервемся на несколько минут на новости, после чего вернемся в эту студию. ЗВОНОК В ДВЕРЬ – Я расскажу про трафиках. – Да, да-да-да-да, я это помню. – И про метадон. – Что-что? – Про метадон, наркосуды и академы. – Да. – 22.30 в Москве. Добрый вечер. В студии Алексей Гусаров на эхе новости. НАТО может возобновить практическое сотрудничество с Россией. Об этом заявил президент США Барак Обама в своей статье, которая была опубликована в газете International Herald Tribune. По его словам, Москва и Брюссель могут вместе бороться с наркотрафиком в Афганистане и вызовами безопасности 21 века – от распространения ядерного оружия до роста насильственного экстремизма, отметил Обама. Он также подчеркнул ценность сотрудничества с Москвой в рамках системы противоракетной обороны Североатлантического Альянса. Это одна из главных тем саммита НАТО, который открылся сегодня в Лиссабоне. Власти Москвы призывают в рамках борьбы с пробками поднять стоимость проезда в маршрутках. Как пояснил заместитель мэра Николай Лямов, маршрутные такси предлагают более качественные и быстрые услуги, чем наземный муниципальный транспорт. По его словам, увеличение платы за проезд должно заставить пассажиров пересесть на автобусы и троллейбусы. Лямов добавил, что обилие маршруток создает определенные трудности на дорогах. Известный футбольный телекомментатор Владимир Маслаченко, которого в четверг вечером госпитализировали с подозрением на инсульт, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила жена бывшего вратаря московского «Спартака» и сборной СССР Ольга Леонидовна. Владимир Маслаченко был помещен в отделение клинической больницы Нейрамы, где подтвердили его диагноз. По словам жены, у него пока неважное состояние. Он в сознании, но врачи беспокоятся за его здоровье. Передает РИА Новости. Известный американский актер Уэсли Снайбс три года отсидит в тюрьме за неуплату налогов. Федеральный суд штата Флорида сегодня во второй раз отказал ему в апелляции. Это значит, что вскоре Снайбс будет отбывать наказание. Сомалийские пираты предприняли неудачную попытку захвата судна с китайским экипажем. Как сообщили сегодня источники, близкие к ситуации в Аденском заливе и в Индийском океане, нападение было осуществлено в четверг. Однако судно захватить бандитам не удалось. Один из моряков получил ранение. Всего экипаж судна, название которого не сообщается, состоит из 26 человек. Все они граждане Китая, передает и Тартас. На прошлой неделе сомалийские пираты захватили в Арабском море судно под панамским флагом. На его борту 29 китайских моряков. Официальный курс доллара на выходные 30 рублей 95 копеек, курс евро 42 рубля 36 копеек. Завтра днем в Москве от 5 до 7 градусов, облачно, местами небольшой дождь. Алексей Гусаров, служба информации «Эхо Москвы». Стоять, кто идет реклама? А на счет еще 40 секунд реклама здесь. 21 ноября, зал Чельковского. Живописцы, закуните в офигестики. Ежегодный концерт в честь Гулата Гуджавы, заезжий музыкант. В программе концерта Алексей Петренко, Зара, Армен Джигарханян, Сергей Безруков, Иия Савина, Юлия Рудберг, Дмитрий Харатьян, Галина Хорчик и многие другие. 27 ноября, зал Чельковского. Начало в 19 часов. Не-не-не. Рекламировали все. В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом. Рекламная служба «Эхо Москвы». Обложка 2. 22 часа и почти 34 минуты в Москве. Еще раз добрый вечер. Программа «Обложка-2». Говорим сегодня о борьбе с наркоманией и о легализации или же нелегализации легких наркотиков. Еще раз напомню, здесь студия. Владимир Сухой, журналист, бывший заведующий бюро Первого канала в США. Олег Зыков, президент фонда «Нет алкоголизма и наркомании», член общественной палаты. И Анна Немцова, корреспондент американского журнала «Ньюсвик» в Москве. Вот сейчас мы в новостях слышали про совместные усилия НАТО и России по борьбе с наркотрафиком. До этого мы говорили о некотором нашем сознании и понимании, как вообще к этому нужно относиться. Что страшнее, что хуже? Внешние какие-то силы, какие-то места, откуда нам это сюда идет? Или непонимание нами, как вообще к этому нужно относиться, Анна? Ну и то, и другое очень страшное. В прошлом году я весь год шла по реке этих наркотиков. Вот я начала свой путь в Кабуле, куда я отправилась с Виктором Петровичем Ивановым. Встречался там с американской стороной и обсуждалась как раз совместная борьба, которая в этом году, в общем, осуществилась в первый раз. Например, в прошлом месяце была захвачена вместе, совместно с Айсав, партия наркотиков. Еще очень маленькая, конечно, борьба, потому что всего где-то 75-80 тонн героина течет сюда из Афганистана в Россию, умирает здесь 30-40 тысяч россиян. То есть если в Америке обсуждают легализацию марихуаны, то здесь у нас болячки гораздо серьезнее, у нас умирает гигантское количество людей. И я побывала в тюрьмах вот именно по стопам этой поездки, потому что в поездке Иванов говорил о том, что сколько же мы можем посадить людей. Мы уже сажаем каждого четвертого человека, каждое четвертое дело, которое смотрится в суде, дело о наркотиках. И я побывала в тюрьмах, разговаривала с девушками, которые сидят пять лет за то, что они там в клуб, в Владимирской, в Ивановской области, где девушки сидят пять лет за то, что они там пронесли парню, скажем, в клуб дозу. И дальше я закончила этот путь в Нижнем Новгороде, где я провела детство, и где, насколько я помню, в основном люди пили водку на автозаводе и в разных других районах города. Сейчас кольца героином, причем доза очень дешевая, они продаются на московском вокзале за сто рублей одна доза. Это какой-то разбавленный героин. Дети болеют, причем вот я сделала... Как еще раз, сколько одна доза, вы говорите? Сто рублей. Сто рублей. Ну, это для какого-то подростка уколоться. Ну, видится, цыгане продают по области Нижегородской, есть дома, где свободно можно пойти купить больше героина, да. И я побывала в лечебнице частной, в избе деревянной, в таких избе ведь. И создала, это называется, такой путь к здоровью, путь, выход, исход называется, извините, исход называется. Это центр, который организовали верующие люди. И они как-то на приношение вот живут, государство им не очень помогает. Туда приезжают в очень плохом состоянии в эти избы наркоманы, некоторые на инвалидных колясках. И вот там как-то вместе они переламываются в этих избах. Вот я это наблюдала. Очень грустная история в России. Очень много гибнет людей. Вот это ответ отчасти на вашу оценку, на оценку вами деятельности Организации Города без наркотиков. Такой другой пример. Нет, я знаю, о какой организации говорил Иоанна, это другая песня совершенно. Так вот, для меня совершенно очевидно, что если мы будем формировать некую цивилизованную лечебную субкультуру, точнее она уже реализуется. Кстати, она пришла не только в Россию, а в мир из Америки, анонимный наркоман называется, 12-шаговые программы. И это все есть в нашей стране. И тысячи, десятки, может быть сотни тысяч людей уже ходят в эти группы и выздоравливают. И более того, я сейчас наблюдаю вторую волну. Те люди, которые выздоравливают в этих группах, они становятся профессионалами. Значительная часть моего персонала – это люди, имеющие опыт собственного употребления и имеющие опыт выздоровления. И эти люди становятся не просто профессиональными участниками наркологического процесса, они становятся ментальными переводчиками между вот этим очень агрессивным миром и миром больных людей. Потому что больной человек не может объяснить, что творится в его душе. Я каждый раз пытаюсь сказать очевидную вещь, что я за многие годы своей практики ни разу не видел наркомана, который не хотел бы бросить. Он может это не осознавать, не понимать. Вот как зацепить это желание, как ему предложить войти в этот мир выздоровления – это профессиональная задача. А приковать к койке – это непрофессионально, это садизм. Так вот, в том же самом, кстати, Нижнем Тагиле, я тоже сейчас это часто говорю, есть группа одновременных наркоманов, есть группа матерей, которая выздоравливает, грубо говоря, она называется программой. И это тысячи и тысячи людей. Поэтому нет бинома Ньютона. Есть наша готовность, а точнее неготовность поддержать человека в его желании выздоравливать. А мы норовим забить камнями ближнего своего. В этом смысле мы абсолютно азиатская республика, азиатское пространство. И по мере эволюции, а мы будем эволюционировать так же, как американцы, я, кстати, наблюдал очень внимательно последние 20 лет, там такие, они продолжаются. Сегодня наши коллеги, собственно, об этом говорили. И вот эта репрессивность государства, она не просто так. Это результаты репрессивности многих людей, общества. И внутри общества рождаются разные настроения. И в результате борьбы настроений появляется более или менее цивилизованное отношение к человеку, который, да, грех такой случился, стал использовать химическое вещество как способ самореализации. Но если мы не будем создавать условия к тому, чтобы он создал свои ценности, изменил бы, создал бы условия к тому, чтобы у него появился способ, забрав химическое вещество, найти что-то внутри новое, мы никогда не будем иметь выздоровление. А сколько мы имеем примеров государств, которые идут по нерепрессивному пути? Первое, что приходит в голову, это Нидерланды? Ну, Нидерланды, наверное, самый яркий пример. Ну, вообще, нужно честно сказать, да, что все-таки США по-прежнему придерживаются метода принудительного лечения. Принудительное лечение, но это спорящая страна, да, или программа, или клиники, или тюрьма, но это принудительно, как правило. Но при этом это спорящая нация, спорящая страна, и очень многое меняется. То есть, вплоть до того, что идут споры, что первично, как бы, да, преступность, если раньше было считать, что наркотики – это источник увеличения преступности, причем резко, да, то сейчас многие специалисты говорят, что это не так. Говорят о девиантном поведении, понимаете, что изначально, как бы, может быть, человек изначально был склонен к преступности, да, и наркотики, как бы, происходят на фоне его стремления совершить преступление. Поэтому прежде всего сейчас это программа, программа и «12 шагов», и «first», там, и «stop», и многие другие. «12 шагов» в условиях. Это основная психотерапевтическая программа анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов, и это называется Миннесотская модель, основа многих реабилитационных центров, которые существуют во всем мире, в Америке и у нас тоже сегодня. И это цивилизованные центры, там никто никого не избивает, там люди выздоравливают, там обретают новое «я», новый способ взаимоотношения с окружающим миром и с самим собой. Но самое главное, что там происходит, это человек в конечном итоге по-другому смотрит на окружающий мир, вот через призму этого нового «я». И вот таким образом решается проблема. Ну нельзя, давая в рожу человеку, там, кирпичом его по голове, рассчитывать, что он будет нравственно и духовно развиваться. Ну так не бывает. А вы знаете, много таких центров. Я знаю один в Петербурге, который сделали «Медьки», группу художников, которые в свое время были алкоголиками, и они прошли в Америке лечение по 12 шагам, вернулись и создали «Дом на горе», «Надежда». Ну только не они создали, но они его поддержали, участвовали. Поддержали, участвовали. И там действительно люди выздоравливают, я знаю выздоровевших. Вообще его создал табачный король американский. Таких центров много в России? Вот. Так вот, это главная проблема, которую мы пытаемся обсуждать с нашим Минздравом. Ну таких центров вообще нет. Что у нас вообще их практически нету. И каждый раз, когда возникает тема заместительной терапии, метадоновых программ, вот их самых. Кстати, в большинстве стран используют совсем не метадон, а просто тот наркотик, который человек употребляет. На Слезонных Штатах. Там в основном метадон. Метадон и бубринорфин. У нас запрещено это. Но немцы давно уже перешли на героин. При этом выписывает врач это лекарство. Но главное, что там происходит, там происходит социализация человека. Ему предлагают те самые реабилитационные программы и центры, реабилитационный мир целый. Вот эту лечебную субкультуру, в которую он может войти. Но у нас этого мира с точки зрения реабилитационных центров практически нет. Вот у нас случились группы самопомощи. И не потому, что их кто-то поддерживал, а потому, что людям надо было искать выход из положения. Кстати, как и в Америке. В 30-м году на фоне сухого закона, жуткой агрессии со стороны общества, мы очень похожи в этом смысле с точки зрения эволюции. Так вот, сегодняшняя ситуация абсолютно трагическая, когда у нас нет реабилитационных центров практически. У нас гигантское количество наркоманов. Мы хотим что-то с этим сделать. И ничего умнее, как схватить и ударить его дубиной по башке, в голову народу не приходит. Но при этом Иванов, и вот это ценно. Сейчас стал говорить и про эти наркосуды. Это замечательно совершенно. Потому что, что есть наркосуд? Это когда человек, совершающий правонарушение, через государственный механизм, через судебную процедуру, мотивируется к выздоровлению. То есть возникает понимание, что ключевой проблемой является мотивация. Мотивация к употреблению или мотивация к неупотреблению. Вот что нужно сделать, чтобы усилить мотивацию человека к неупотреблению? Это профессиональная задача. Надо перестать заниматься такой бойдой, как лозунги с рассказом о гибели нации. Мы должны развивать технологии, которые помогают конкретному человеку в конкретной жизни ситуации. Это профессиональная задача, которой я и пытаюсь, и мои коллеги заниматься. А почему, если мы говорим о политике государства, почему мы в значительно большей степени слышим про борьбу с наркотрафиком, про совместные операции с НАТО или АСФ и так далее, и так далее. А про борьбу внутри страны мы слышим как раз только более репрессивно. Уважаемые коллеги, простой ответ. В нашей компании, я один, наверное, имею грустное свойство читать нормативные документы, которые рождаются бюрократические. Так вот, я с гордостью сообщаю, что в нашей стране произошла бюрократическая революция в этом смысле. И все последние документы, посвященные наркообороту, имеют и раздел борьбы с предложением, и вот, о чудо, раздел снижения спроса. То есть мы начинаем осознавать, что наркорынок это рынок, спрос рождает предложение. И пока мы не обсуждали снижение спроса, мы всегда, на самом деле, помогали людям зарабатывать большие деньги. Потому что спрос высокий, с предложением борются правоохранительные органы, естественно, цена на товар повышается. Таким образом, и на наших глазах наша отечественная домороченная наркомофия очень быстро структурировалась. Пришли серьезные люди с большими деньгами. И этих людей сейчас очень трудно выковырять. Это не несчастный таджик, который к себе в прямую кишку две штучки затолкал. Это очень серьезные штуки. Скажите, а насколько, если говорить о спросе, насколько одним из серьезных каких-то, одной из серьезных причин для увеличения появления спроса среди молодежи является принцип запретный плод сладок? Безусловно. И вот смотрите, давайте посмотрим, что происходит в США. Кто поддерживает легализацию так называемых легких наркотиков? Сорос выделяет миллион долларов. Майкл Дуглас, популярнейший актер. Сантана, гитарист. Со-основатели Фейсбука. Все. Они выделяют огромные деньги. Но одновременно они же выделяют деньги и на борьбу с наркотиками. И если смотреть, вот, скажем, рекламу. Реклама выдающаяся иногда есть на американском телевидении. Скажем, вот показывают сковородку, да, и в качестве яйца мозга туда падает яйцо. Это человеческий мозг, и он жарится на огромном огне. Реклама действует очень. И потом вот эта профилактика вся, понимаете, это же нужно было додуматься. Они пошли в Колумбию и в Мексику и создали там профилактические центры. В Монтерее создали первые наркосуды. И вкладывают огромные деньги, чтобы там уже из Мексики, из Колумбии наркотики не шли на территорию США. Кто у нас сегодня способен выделять деньги? Там, ну, есть рог против наркотики. Там что-то еще есть. Ну, это дорого. Это нужно, государство должно тратить на это деньги. Я, кстати, очень согласна, извините, с Володей, потому что все эти институты действительно работают в США. То есть маленькие независимые организации, они знают, что они могут получить грант или какую-то частную помощь, да, финансовую. Здесь же, в том же Нижнем Новгороде, если говорить о бытовом насилии, где, ну, вы знаете, что у нас очень большое количество убийств именно дома, да. Ну, вот нет ни одного убежища, ни одного убежища для женщин, которых бы били наркоманы мужья и убивали. Ей некуда побежать с ребенком, нету ни одного такого убежища. Откуда взять деньги для общественных организаций? Такие есть в Нижнем Новгороде. Там есть женская организация, которая помогает женщинам, но у них нет места, где бы они могли этих женщин уберечь. Это как раз то, что называется вторичная профилактика. Говоря о политике снижения спроса, мы говорим о первичной профилактике. Как сделать так, чтобы ребенок изначально не выбрал наркотик, как способ самореализации, работа с группами риска. И это ключевая проблема. Проблема бытового насилия. Потому что если ребенка бьют дома, он будет алкоголиком, наркоманом, преступником, им удиваться некуда. А у нас этих программ почти нету. И когда я начинаю обсуждать тему создания системы защиты прав детей, в меня начинают тыкать пальцем и кричать, что не надо вмешиваться в семью, отстаньте от семьи. И, собственно, я-то и не пытаюсь это делать. Я пытаюсь обсуждать судьбу детей, которые уже совершили правонарушение, чтобы они не попали в тюрьму и не вышли оттуда бандитами. Но и это тоже многих не устраивает. И только в третью, вот третичную профилактику, собственно, мы обсуждаем судьбу уже зависимого человека. И при этом мы понимаем прекрасно, что при том уровне криминальности какие-то цивилизованные программы, вот как заместительный терапия, но не будет она работать, разворуют по дороге. И к чему мотивировать-то, если нет реабилитационных программ? Поэтому сегодняшний наш этап, это, безусловно, попытка хотя бы поддержать тот мир выздоровления, который уже случился без нашей помощи. Вот хотя бы этот. А про деньги, ну, у нас была огромная программа антинаркотическая, 3 миллиарда рублей выделялось. Где они? Спилили. Бюджетные или бюджетные? Да, поэтому это не вопрос денег, а вопрос еще и коррупции, и проблемы, опять-таки, приоритетов, а на что потратим эти деньги. Там очень забавная была вещь, статистика. Ох, хорошая штука. У нас 5 миллиардов, 5 миллионов наркоманов, говорил предыдущий начальник ФСКН. А вот мы сейчас потратим 3 миллиарда рублей, у нас их будет 4. Ну, это может за 3 минуты, вы же понимаете, цифру. И это произошло. 3 миллиарда потратили. Причем там были заложены деньги и на исследования, на которые деньги вообще не пошли, они вернулись в бюджет, и на реабилитационные программы, которые тоже не случились. Поэтому это не проблема столько денег, деньги-то как раз у нас есть, а проблема, как они тратятся. И в результате мы понимаем, что наркополитика – это часть большой политики. Нельзя ее вырвать из контекста. Как только мы обсуждаем наркополитику, мы тут же должны говорить об общественных организациях, о прозрачности, о системе отношений. Можно я проиллюстрирую? Да, да, да. Просто именно это историей. Вот то, что случилось в моих глазах в 2003-й примерно год, Иркутск выходит в лидеры по СПИДу, и мы приезжаем и работаем со СтопСПИД-организацией, как раз общественная организация. Я не знаю, откуда деньги у этой общественной организации, российские или американские, неважно. У них есть некие деньги, они борются со СПИДом. У них все, кто работает в этой организации, больны ВИЧ. И с этими молодыми ребятами мы едем на точку, где продаются наркотики. У них в сумке лежат литература про СПИД, у них лежат одноразовые шприцы, какие-то презервативы, все, что они готовы раздать людям, которые вот-вот сейчас купят наркотик. И мы приезжаем, и что мы видим, что цыгане продают молодежи наркотики, и милиция отгоняет ребят с сумками, СтопСПИД, а не цыган. Ну, потому что они часть процесса. Ну вот, и вот куда эти деньги вытекают. Да нет, это понятная вещь. При этом вот этот нецивилизованный спор, который есть у нас вокруг снижения вреда, понятно, что дело не в том, чтобы шприц обменять наркомана, а в том, чтобы выстроить с ним диалог. Сказать ему, что есть мир выздоровления. В этом проблема. Но когда общество в целом не готово, в принципе, увидеть в нем личность и не готово эту личность поддержать, то, безусловно, такие программы тоже вызывают истерику. И тогда под вот этот бренд легализации наркотика варится все. И вот эти шприцы, и разговоры о более цивилизованных программах, связанных с более эффективными реабилитационными программами, даже не обсуждается тема. Собственно, легализация какого-то химического вещества. Просто уважительное отношение к наркоману – это есть легализация чего-то нехорошего. Потому что сегодня наркоман априори преступник в восприятии. И это самое чудовищное в этом проблема. И вот еще одна сценка, коль говорить о Балтиморе, это буквально близко от Вашингтона. Ты поедешь в школу какую-то, да, даже в начальных классах придет представитель управления по борьбе с наркотиками. И, скажем, просто начинает объяснять элементарные вещи. Как вот выявляется наркомания, да, наркоман. Вот он там прекрасно объясняет, что первый метод – это ты говоришь о себе сам, заявляешь. Второе – это доклад правоохранительных органов. Третье – это анализ твоей мочи. И четвертое – это радионуклидный анализ твоих волос. И дети уже начинают задумываться, что они говорят, ну мы же будем употреблять там крек или марихуану, и никто не узнает. Они говорят, мы узнаем, но мы не хотим, чтобы ты это делал. И вот это как бы zero tolerance, которая вот эта, то есть нулевая терпимость к употреблению наркотиков, особенно в школах, в общественных местах и так далее. Это все объясняется на очень простых примерах. Просто дети садятся в кружок, и им это объясняется. Я не могу представить, чтобы в сегодняшней России мы вот могли так работать с детьми, с молодежью, со студентами, когда мы там с пивом не можем справиться. Мы не сможем, мы не можем справиться с молодежными клубами элементарно. Мы, никто из нас не знаем, сколько экстази употребляется в том или ином ночном клубе. Поэтому, ну давить, да, ну наверное. Вы знаете, на рекреационных центрах в Америке всегда есть надпись «Never again», никогда снова. Молодец, ну там тоже очень серьезно, там очень запущенные проблемы с наркотиками. То есть в том же Орегоне, в Портленде, куда в свое время Рейган, когда выпустил больных из лечебниц психиатрических, приехало очень много больных людей. Но и каким-то образом там очень прижился крэк. И вот десятилетиями там вырастали крэковые поколения. Если вы садитесь, не дай бог, в Портленде, в автобус, то вы видите автобус, набитый людьми, который разговаривает сами с собой, скрижающий зубами. От крэка такое вот побочное явление. И это, конечно, очень большое количество людей. Нет, нет, я отнюдь не романтик, но я не хочу быть грустным романтиком. Лишний раз подтверждает очередную мысль, что в основе употребления наркотиков трагедия конкретного человека. В Америке это своя какая-то трагедия, в России это своя какая-то трагедия. Но если мы не пытаемся оценить эту трагедию и не предлагаем какие-то вещи, которые нужны этому человеку в этой жизненной ситуации, сегодня и сейчас, то мы в принципе помочь ему не можем. А любая агрессия, его адрес такая, немотивированная, когда это не способ его мотивировать к выздоровлению, а способ унизить его как личность, он и так унижен. У него и так самооценка ниже Плинтуса. И чаще всего именно эта психологическая проблема становится провоцирующим фактором для того, чтобы человек, для того, чтобы поднять свою самооценку, начинает соответствовать молодежной субкультуре и употреблять наркотики. А мы его совсем в дерьмо втапливаем. То есть, возвращаясь к началу, поскольку у нас осталось всего 3 минуты, история про легализовать легкие наркотики, это история не про нас, а не про сегодняшний день. Да, абсолютно. Это, так сказать, запределами. Не заместитель трагедии нам сейчас не нужна, не легализация, ничего этого нам не нужно. Нам нужны более цивилизованные отношения в той системе координат, в которой мы сегодня существуем. Вот как это сделать, это вопрос ментальной эволюции, не революции. У нас нет времени на то, чтобы дискутировать по поводу легализации наркотиков. Нам надо просто быстро-быстро начинать создавать профилактические центры, вкладывать деньги в независимые организации и вот этим заниматься. Бороться с насилием бытовым. А насколько, кстати, частный бизнес как-то участвует в этом? В Америке очень активно. Нет, у нас есть, безусловно, бизнесмена, но поскольку у нас бизнес боится показать свои доходы, чтобы у них не отняли эти деньги, то таким подпольным образом кто-то что-то помогает. Но понятно, что умирающий от рака ребенок вызывает больше сочувствия, чем наркоман. Есть такая шутка, что наркотики, вот это все, это чума 21 века, но она не грозит ни России, ни Японии. Почему? Потому что Япония живет в 22 веке, а Россия в 16 веке. Но я, между прочим, стал говорить о том, что вот сейчас появилась вторая волна людей, которые выздоравливали, которые сегодня успешные люди. Они ко мне приходят, у них есть семьи, но они помнят свою собственную трагедию, которая была 10-15 лет тому назад. То есть сегодня они появились, эти люди. Эти люди должны рассказывать? Хотите рассказывать? Эти люди, прежде всего, становятся основой для формирования тех позитивных процессов, о которых мы пытаемся сейчас говорить. В том числе они готовы финансировать создание революционных центров цивилизованных, а не садистических. Они готовы поддерживать эффективные программы. И, конечно, если в результате всего этого скандала в Нижнем Новгороде, извините, в Нижнем Тагиле, мы все-таки начнем развивать реабилитационные программы, эффективные в том числе и за бюджетные средства, ну, глядишь, куда-то мы и выплывем. По каждой программе в Америке нужно набирать очки. Чем больше ты набрал очков, тем ты выздоравливаешь, ты освобождайся от этой программы. Хочется, чтобы мы в России начали хотя бы набирать какие-то первые очки, хотя бы пришли к пониманию тому, что такое наркотики сейчас в нашем обществе. Аня, вы хотели что-то добавить? Нет, я просто хотела еще раз, наверное, прокричать это количество. 30-40 тысяч людей умирает от наркотиков в России. Это какая-то... При нашей демографической дыре это очень страшная тема. Спасибо большое. Мне в завершение вот здесь есть смс-ка относительно марихуаны, не понимаете шумихи. За что таких людей сажать в тюрьму? Мне кажется, что речь шла абсолютно как раз о противоположном. И наш слушатель, 45-летний инженер, как-то неправильно нас услышал. Спасибо большое. Владимир Сухой, тележурналист, бывший заведующий бюро Первого канала США. Анна Немцова, корреспондент американского журнала «Ньюсвик» в Москве. И Олег Зыков, президент фонда «Нан», член общественной палаты программы «Обложка-2». Тихон Зитко, спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо.